Итак, у нас начинается отсчет. Показал вам нескольких из ее членов, их шмот, их внешний вид, можно так сказать. Посмотрим, что же у нас в кабинке команды Flametorx. Смотрим с вами куклу Жреца. Они все-таки решили от этого полезного класса использовать не только бафы, видимо, а взять с собой вместе на арену. Ну что ж, шмот неплохой, мы видим восьмой круг. Так же на Жреце заметь шамабафа, что намекает на то, что разложить его будет не очень легко, да, и что ддшники будут сталкиваться с некоторыми проблемами. Вот. Но не будем забегать вперед, посмотрим, кто же еще есть в этой команде. Мы видим, что Воин с Нирвана шмотом на плюс девять, местами на плюс восемь шапочка, да, а топоры плюс семь. Ну, не так важно, видимо, потому что Воин, скорее всего, коновый, я так подозреваю, раз с топорами, да. Сета нет какого-нибудь там на шмоте, потому что второго Воина, хороший сет, имеет две Асура шмотки и две КЛ шмотки. То есть в СПД-оне примерно 4-0. Но сам стоит с Асурой, чтилища Асура. Ну, а тем временем, открылись ворота, и команды неспешно убегают первыми на центр, убегая от Адастра. Воин Шериан, боролючил раздором Воина из Флэйм Торкса Рейсенда. Ну, и команды как-то разделились между собой. Ддшники Флэйм Рокс ушли бороться с ддшниками Адастры, а милишники и воины Адастры пошли бить луков в Флэйм Торкс. Танк пытается контролить Карабаза. Посмотрим, что же у него из этого получится. Ну что ж, как вы видите, приз довольно-таки очень неплохо одет и отлично живет при этом. Лук спокойно работает. Посмотрите, танк прав. Ну, танк прав, безусловно, да. Убить его толку. Убить смысл нету, скорее всего, не получится, да. Мы видим, что Лука начинает контролить. Не дали ему так спокойно стоять стрелять. Где же Хирка? Надо, Хирка есть, все хорошо. Продолжаем. Здесь у нас какой-то замес. Дру попала в контроль. Спасается на ней шамана Бафа. Она, в принципе, живет. А вторая друид задаст... Смотри, как не трогут мага. Вот, 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 вот. Вот мага не тронули. Маг просто унес дракона, сейчас друида. Да, 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 вы видели все, да, друзья, что друид даже не был почищен толком и все равно в драке улетел. Танк грамотно перебафывает свою команду. Карабас пытается контролить жреца из другой команды. На него тпшится Син, и мы видим, что там практически... Сейчас Рамси дать хорошо, просто был Львиный Рык, и он бы сразу троих бы занес контроль. Но, увы, не дал он Львиный Рык. Не успел, не успел, прошла какая-то арма, и мы видим, что количество 4-8 по количеству членов команды, и, значит, что-то, что-то нужно ребятам делать. Адастра, Адастра уступает. Да, Адастра... Адастра уступает, да. Явным образом как-то не справляется. Флеймторкс молодцы. Заметь, кстати, у Флеймторксов жив еще Прист, который без проблем мавсхилит стоит. О том и речь, что ребята с бафами, ребята живы, ребята продолжают сражаться. Уже 3-8, уже даже еще меньше. А Лайола отлично выживает, заметьте. Ну вот в чем минус? В чем минус одного друида? Смотри, друид просто встал на две ноги и дамажил. А бафы никто вообще не снимал, по сути. А два друида без проблем раздели всю команду противника. Кстати, да. Заметь, есть у них птичка, отличный все-таки скилл. По набафанному сопернику ассист по птичке позволяет отлично разложить. Вы видели сами это только что, дорогие друзья. Карабас еще жив. Что он вместе с танком остался? Ну а что его убивать? Правда, его еще не раздевают, а вот уже подбежали раздеть Карабасу. И да, все-таки Карабаса раздели. Да, драки, все, ассист и драки решают. Что ж, мы видим оставшийся танк. В иммунке пытается законтролить Приста. У него это не очень хорошо пока получается. Ох, в 79-м хорошо, кстати, сейчас сделал. Успел. Ну, по сути, да, там даже под грубым умирает. Ну что ж, 0-8. С таким счетом проигрывает команда Адастра команде. Флейм Торкс в первом раунде их схватки. Ну что ж, на вторую нужно что-то ребятам предпринимать. Вы сами все видели, дорогие друзья, ассист, грамотная чистка бафов. Да, пусть будет сегодня слово чистка, а не раздевание. Хотя, можно и раздевание использовать. Кому как удобнее, кому как... Ты видел, как, кстати, вяло, вяло начали команды, так, нехоти. Да, 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 бегали, бегали не очень быстро. Луки, маги стояли по сторонам, в принципе, дедешили. Да, и маги, кстати, луков никто не трогал, а заметил. Да, в самом начале немножко пытались приста контролить, которая лойола, но как-то это было довольно-таки вяло, и мы видели, к чему это привело. Ну и также, посмотри, половина команды вообще не раздетая, если судите об этом, то есть все одетые, по сути, никого на баф не опрокинули. Есть, видишь, ребафов, ребафанный персонаж у нас, Фьорка Дру, но... или Флорка, не знаю, как правильно, тут не совсем понятно. Тем не менее... Ну, остальные-то все. Она осталась жить, видимо, лесоформы или какие-то свои особенные качества в руках, в пинге, в ее опыте, помогли выжить. Также, смотри, сколько шамобафов, помимо приста еще и на двух друидов, друидах шамобафов. Вижу, да, на присте. Интересно, будет ли он потом. Еще на друиде. Да, и на лучнике шамобафы. А, еще и на лучнике, смотри, да, шамобаф. Смотри, кстати, отличный вариант. А у нас в команде в этой...